В Большом театре на камерной сцене имени Бориса Покровского готовятся к премьере. 22 марта здесь пройдет вечер одноактных опер «Телефон» и «Медиум» Джан Карло Минотти. Композитор задумывал их, как несвязанные друг с другом произведения, но режиссер Александр Молочников увидел в них много общего. Зрители еще только рассаживаются в зале, а актеры уже на своих местах. Застывшие персонажи оживают сразу после третьего звонка. Одноактные оперы «Телефон» и «Медиум» Джан Карло Минотти написал в 40-х годах прошлого века. Премьера была в Нью-Йорке. Режиссер Александр Молочников, работая над спектаклем, перенес действия в Москву в наши дни и в ближайшее будущее. Тема того, с чем мы, наверное, столкнемся в ближайшем будущем. И какое-то активное участие искусственного интеллекта в нашей жизни, что уже происходит с каждым днем все больше и больше. И некая ностальгия почему-то очень простому и человечному в мире, поглощенному новыми технологиями. Для Александра Молочникова работа в опере – режиссерский дебют. Два разных по характеру и настроению произведения в его постановке «Единое целое». Герои переходят из сюжета оперы «Телефон» в историю «Медиума», где вместе со зрителями попадают на спиритический сеанс. Вера в потустороннее, сверхъестественное – это прошлое. Сила искусственного интеллекта – взгляд в будущее. Здесь технологии скорее являются персонажем, нежели просто таким-то гарниром к действию. Вот эту вот историю мы стараемся сделать так, чтобы это был такой герой спектакля. Она, в общем-то, и взаимодействует с мадам Флорой, которая посредством технологий пытается вызывать людей из мира мертвых. Голограммы, видеопроекции – над декорациями работали архитекторы Агния Стерлигова и Сергей Чобан. Там есть общение реального с виртуальным. Сегодняшний хрустальный шар – это уже не хрустальный шар, а какие-то совершенно новые образы, которые являются нам виртуальной реальностью. У Аскара Негамедзянова роль Тоби – немого юноши. У его героя в этой опере нет ни вокальных партий, ни реплик. Все эмоции, мысли он передаёт за счёт лица, жестов, мимики и непосредственно робота. Это один из героев оперы. В роли медиума мадам Флоры – Ольга Дейнека Бостон. И у её героини своя история. Я главный экстрасенс. И как будто бы я возвращаюсь с каких-то своих наград, может, из Кремля или ещё откуда-нибудь. Вот очередной орден, который мне вручили. Я хвастаюсь им. Это мои награды, это мои деньги. Хотя я наполовину шарлатанка. Спектакль интерактивный. И зрители здесь тоже вовлечены в действие. Лидия Алёшина, Александр Шиповал, Новости культуры.